Всем привет! Меня зовут Карина, и сегодня мы будем делать с вами упражнение 7329 в пакетрейсер. Для этого нам нужен сам пакетрейсер. Здесь у нас свободное время и хорошее настроение, чтобы точно все получилось. Открываем наш учебник с заданием и скачиваем инструкцию к нему. И нажимаем кнопочку «Скачать» и «Сохранить». Также скачиваем ПК-файлик. Вот он. И нам нужно его открыть. Пока он открывается, мы посмотрим, что у нас в PDF. PDF-файлик мы открываем с помощью Adobe Acrobat Reader. Вот он. И здесь у нас есть таблица, а также задания. В каждом задании тоже по одной табличке, которую мы с вами разберем, и потом проверимся, что делать дальше. Вот у нас открылся ПК-файл. Здесь нужно писать ваше имя, email и номер группы. И нажать «Ок». Подождать, пока оно перезагрузится. И вот у нас инструкция уже открылась в пакетрейсере. Ее можно закрепить, чтобы было удобнее. И мы начнем ее делать. У нас будет три проблемы, и три из которых мы решим. Смотрим. У нас первый пользователь жалуется, что не может открыть страницу DuaStack Server. Вот он. Вот сервер. Вот PC1. У него работает команда api-config. У него работает ping и trace-rt. Но у него не может получить информацию с помощью команды ns-lookup. И нам нужно это исправить. Это написано, что решение нужно передать проблемам поддержка второго уровня, а мы будем выполнять ее функции. Вам нужно будет перечитать вот это все, а потом написать ваше мнение и ответы на эти вопросы внизу. А мы пока начнем устранять проблему. Для этого нам нужно открыть PC1. Вот он. Desktop и IP-конфигурацию. И проверить, все ли правильно настроено здесь. Смотрим. У нас IP-адрес 10.10.1.2. IP-адрес 10.10.1.2. Правильно. Маска по сети 255.255.255.0. И все. У нас больше ничего нет. И шлюз у нас 10.10.1.1. Но, так как у нас была проблема с ns-lookup, нам нужно проверить, где у нас сервер. Смотрим IP-адрес сервера. 64.1.1.1.1.1.2.2.5.4. А у нас 1.1. Нужно это исправить. Мы исправили. Закрываем. И смотрим, что у нас появилось первых 33 балла. Смотрим дальше. У второго пользователя. Какие у него проблемы? Он жалуется, что не может получить доступ к файлам ДОСТАК сервера. И смотрим. У него работает IPv6. У него работает команда ping. Но не работает Trace IP. Для этого открываем наш PC2. Вот он. Приходим в вкладку Desktop и IP конфигурация. И нам нужно проверить, совпадают ли все данные с этим. Так как у него были проблемы с IPv6, проверяем их. IPv6, адрес этого устройства. Это PC2. Значит 2001DB8.1.1.2. И префикс правильный. Так, смотрим. Шлюз у него FE81. Так, правильно. И DNS. Правильно. И нам нужно проверить еще. Link local. Да. Угу. Значит здесь все окей. Значит нам нужно открыть сервер. Возможно проблема на стороне сервера. Также Desktop. IP конфигурация. И смотрим здесь. IPv6 у него 1. Ой, 1. А должен быть, правильно, 1. Так. А должен быть A. Вот в чем проблема. Меняем на A. И все. Закрываем. Смотрим. У нас уже стало 67 баллов. Значит, мы сделали правильно. Смотрим, что последнего, отсутствие связи с PC2. Значит, мы открываем PC2, чтобы сверить, и нам нужно проверить еще IPv4. DNS сервер 64, 100, 1, 254. Правильно. Default gateway здесь 0, 0, 0, 0, 0. А должен быть... Так, PC2. Правильно. Default gateway должен быть 192, 161, 0, 1. Копируем и вставим. У нас, наверное, был не настроен на халкетай, поэтому была ошибка. Мы настроили, и мы видим, что у нас все правильно. Так что я хочу обратить внимание, что такие таблицы очень полезные, потому что с помощью них можно очень удобно описать проблему и ее решить. И, я думаю, вы с ними тоже разберетесь, почитаете и сможете тоже делать такие таблицы в будущем. А на этом я говорю вам пока и пока! Продолжение следует...